Выбирая эти места, конечно, я ориентируюсь на несколько факторов. Первое – это расширение аудитории. Всегда хочется привлечь новых слушателей к этому проекту. Во-вторых, хочется сохранить и передать вот это вот ДНК музыкальной экспедиции, вот эту особенную невероятную атмосферу. При этом должен обязательно соблюдаться баланс возможности организации концерта на открытом воздухе, но где-то неподалеку должна быть вот эта вот внутренняя локация на случай непогоды. Ну и, безусловно, ведь помимо, так скажем, интереса слушателей, в регион прибывают выдающиеся музыканты. Зачастую они прибывают к нам впервые. И мы, как организаторы, как гостеприимные хозяева, конечно, не то что даже должны, нам хочется показать и лучшие, красивые, интересные места нашего региона. Поэтому в прошлом году мы это делали совместно с арт-директором. Я предлагала вот эти вот места. Борис отсматривал, согласовывал, и так сформировалась программа. Часть мест, на самом деле, остались в программе этого года. Например, очень популярным и хорошим по отзывам зрителям площадка была в Ива-парке. И хотелось эту историю повторить. Вообще, хотелось бы сказать, что фестиваль, так скажем, набирает обороты. Он завоевывает аудиторию. У него появляются поклонники. И не только среди слушателей, но вот уже и партнеры появляются у фестиваля. Причем партнеры, не только предоставляющие локацию и площадку. Если в прошлом году я выходила с предложением к Ива-парку, к Абалаку, к другим партнерам с рассказом. И прямо рассказывала, что такое музыкальная экспедиция, о чем фестиваль. Кто такой Борис Андрианов, для тех, кто этого не знал. И вот находила отклик, так скажем. То после уже услышанного, увиденного в прошлом году, конечно, Ива-парк тоже, представитель, скажет, мы, конечно, хотим снова. Руководитель моря-леса сказал, что моря-леса в этом году не попадает в музыкальную экспедицию. Но нам хочется нести эту музыку в новые места, чтобы новые слушатели, новая аудитория, конечно, вдохновлялись музыкой и знакомились с лучшими музыкантами нашей страны. В этом году появилась у нас Кулакова. Его не было. И он интересен как с точки зрения туризма, так и с точки зрения локации. Потому что, во-первых, это исторически значимое место. Это история Чукмалдина. Это очень хороший пример настоящей деревни сибирской. То есть, действительно, там люди из поколения в поколение многие живут. И там замечательный храм. То есть, там тоже шикарные виды. И он с точки зрения туризма даже для самих тюменцев откроется по-новому.